Дмитрий Борисович, озвучите позицию партии по поводу так называемого закона Димы Яковлева. КПРФ, она изначально была четко обозначена. Мы изначально выступали против того, чтобы наши дети-сироты вывозились за рубеж. Кстати, когда полтора года назад в Госдуме обсуждалось и ратифицировалось соглашение с Соединенными Штатами Америки о вывозе детей-сирот, наша фракция тогда единственная, кто проголосовали против ратификации этого соглашения. Поэтому мы свою позицию не меняли, в отличие от других партий. И мы считаем, что у нас в стране должны быть созданы все условия для того, чтобы дети-сироты могли нормально здесь получить и обеспечение медицинское, и иметь возможность попасть в семьи для того, чтобы у них была возможность быть усыновленными. Для этого надо коренным образом изменить социальную политику в этой области. И, кстати, в определенной степени вот этот шум вокруг закона Димы Яковлева, он помог, поскольку уже сейчас делаются серьезные шаги в этом направлении. Мы считаем, что работа по обеспечению детей-сирот внутри страны должна продолжаться. Мы считаем, что негоже нашей стране, одной из самых богатейших стран в мире, позволять вывозить отсюда наших детей, тем более при той демократической ситуации, которая в нашей стране сейчас сложилась. То есть вы считаете, что те меры, которые предпринимает правительство по улучшению жизни детей-сирот и по улучшению жизни семей, которые усыновляют таких детей, недостаточными? Меры принимаются правительством, но недостаточные. Направление верное, но количество средств и обеспечение финансовое пока недостаточное для того, чтобы решить эту проблему. В связи с этим, конечно, понятны опасения правозащитников, которые говорят, что внутри страны наше правительство не готово решить проблему детей-сирот. Каково ваше отношение к идее нового законопроекта о выборах губернаторов Российской Федерации? Мы считаем, что та схема, которая сейчас в первом чтении предложена, возможно, она будет изменена ко второму чтению и поправкам, но та схема неприемлема. Это шаг назад. Мы помним, что в 2012 году протесты дали толчок к демократизации политической системы в стране. К сожалению, мы сейчас видим откат с этих позиций и полагаю, что принятие законопроекта, если он пройдет в том виде, в котором сейчас был внесен и принят, то принятие этого законопроекта приведет к отмене прямых выборов даже с фильтром, в том виде, в котором он существовал. И мы вернемся опять фактически к назначению губернаторов, что, на наш взгляд, является неприемлемым и антидемократическим. Но политологи говорят, что отмена выборов губернаторов возможна в некоторых республиках Северного Кавказа. Если только федеральный законодатель даст возможность региону самому определяться, делать прямые выборы или избирать путем парламентского голосования, то есть депутаты местных ЗАГС собраний будут избирать, я более чем уверен, что абсолютное большинство субъектов Российской Федерации примет решение отменить прямые выборы. По одной простой причине, потому что мы знаем, что в ЗАГС собраниях сейчас большинство составляет партия «Единая Россия», которая из года в год старается урезать все демократические права наших граждан. Дмитрий Борисович, Ваша фракция единственная в Госсовете Чувашской Республики голосовала против введения универсальной электронной карты. Почему Вы так голосовали? Спасибо за вопрос, потому что очень много к нам поступает аналогичных вопросов. Я хотел бы подчеркнуть, мы не выступаем против самих универсальных электронных карт. Наверное, такая система необходима. Мы выступаем против такого механизма их выдачи, который сейчас предусмотрен, когда для отказа необходимо специальное заявление писать. К сожалению, наша страна занимает в мире первое место по гиберпреступности. Это факт. К сожалению, абсолютное большинство населения у нас не обладает компьютерной грамотностью. И они не смогут нормально пользоваться этими универсальными электронными картами, а этим будут уже пользоваться мошенники. Вот в этих условиях мы считаем, что универсальные электронные карты должны выдаваться по заявлению добровольно, если человек готов осознанно взять на себя такую ответственность. Потому что, я считаю, наша позиция этой фракции в том заключается, что большинство населения сейчас не готовы нести ответственность за использование этой универсальной электронной карты, тем более, что она будет использоваться как платежная система. Вы наверняка встречались с людьми, которые перекрывали и дорогу президентский бульвар и протестуют против универсальной электронной карты. О чем вы с ними разговаривали? Мы объясняли нашу позицию, выслушивали их мнение. К сожалению, действительно такое перекрытие состоялось. Хотя мы просили, уговаривали их не предпринимать никаких противоправных действий. Но мы выслушали друг друга, услышали их позицию, они услышали нашу позицию. У нас такой диалог состоялся. К сожалению, власти не захотели слушать этих протестующих. И, кстати, один из показателей того, что действительно универсальные электронные карты надо выдавать по заявлению в добровольном порядке, это факт, что сейчас отказов от универсальных электронных карт на порядок, а то и на два порядка, больше идет, чем желающих получить эти войки. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Я напомню, что сегодня разговор по существу у нас был с руководителем фракции КПРФ в парламенте Чувашской Республики Дмитрием Евсеевым. До свидания. Дмитрий Борисович.